добрейшего дня новый ролик неожиданно возник такой сюжет что делать если вы поехали путешествовать в америке и у вас случилась проблема с вашей машинкой но у меня такой ситуации никогда не было до сегодняшнего момента но так вот получилось мы поехали с женой ближайший город для нас это из омахи кэнзас посмотреть музей и культурно развлечься на обратном пути у нас у машины лопнул ремень и соответственно прекратилось охлаждение двигателя зарядка аккумулятора самое главное в америке не паниковать если у вас с собой есть сотовая телефонная пластиковая карточка можно вообще не напрягаться самое главное это успеть удобно запарковаться мы дотянули с хайвэя съехали на заправку безопасно запарковались ну а дальше началось самое интересное везде вы можете рассчитывать на помощь на заправке мы попросили оператора связаться в ближайшем такси время уже было позднее уже девять часов вечера естественно никакая никакой сервис уже не работал поэтому мы попросили нас доставить на такси до ближайшего населенного пункта где есть отель недорогой оператор нам помог найти недорогой отель это не россия здесь практически в каждом населенном пункте цивилизация за исключением маленьких деревушек есть молы есть репаер стейшн ну это автосервисы вся инфраструктура то есть можно вообще по этому поводу не париться у вас может быть вообще с собой ничего в любом отеле есть все необходимое для того чтобы переночевать тем более с маленьким ребенком как мы путешествуем нас коляской минимум вещей которые мы с собой возим соответственно утром проснулись и прямо со стороны я пошел ресепшн взяли yellow pages местные локальные вызвали компания которая занимается транспортировкой как выяснилось можно было сделать еще вчера ночью нашу машину вопрос подцепили бы таким крюком и довезли бы до ближайшего сервиса вот соответственно пока машина ремонтируется мы сидим в зале ожидания сервис практически такой же как вот в крупные сервисы в россии по расходам на ремонтные работы я бы не сказал бы что это сильно дороже москвы некоторые посмотрю гайки стоили по листу дешевле даже чем я в москве покупаю езжу на кунгский рынок дилером мы там них беру стоимость самих работ примерно такая же то есть если брать не брать конечно совсем low-end типа гаражный сервис в московских брать там плюс-минус нормальный сервис где ремонтируют машины нормально там есть компьютерная диагностика и так далее то цена при сопоставим поэтому не надо бояться что вас нагрузят на какую-то нереальную сумму денег естественно некоторые сервисы но не крупные позволяет еще торговаться то есть если вам приносит конце финальный билл можно пытаться там 5-10 процентов отжать но здесь нужно иметь к этому таланта и не забывать про то что в америке везде могут торговаться надо сервисы идут на встречу это тоже можно оптимизировать ваши расходы ну и вот где-то через часик наша машина уже будет готова не уже собрали но необходимо они делают тест-драйв то есть не заводят двигатели смотрят проблему которую они сделали она исправлена не чтобы не было никаких рекламации повторных нареканий потому что на работу не суету гарантию вот соответственно у нас первый раз такая ситуация вот мы планируем сейчас немножко потеплее станет уже поехать глобальную какую-то поездку по америки то что вам очень может каждый сиделись а мы люди мобильные наверное будем планировать поездку на юга вот скорее всего мог бы до сан-франциско пока не знаю наших планов вот так что оставайтесь с нами на канале и узнать много интересного некую поездную информацию которая в ролике я не стал озвучивать я постараюсь литературно описать в сопроводительном тексте удачи и хорошего дня